В этой части эфира мы хотим немножко поговорить с моим гостем о аспектах безопасной разработки в облачных инфраструктурах. Аркадий, наверное, ты сам лучше представься, расскажи о себе, о своем опыте. Всем добрый день, меня зовут Аркадий Везников, работаю в Яндекс.Клауд, руковожу сервисами Identity Access Management и Resource Management. Соответственно, в мои задачи входят, чтобы, ну, как руководителя сервиса, чтобы задачи разрабатывались, внедрялись. И, естественно, поскольку это я, все должно быть максимально безопасно. И тогда, плавно переходя, собственно, к теме нашего разговора, наверное, стоит начать. Ну, с чего? Что любой процесс разработки, в том числе безопасной разработки, он так или иначе завязан на специфику предметной области, вокруг которой идет разработка. Ну, и, соответственно, первый, наверное, вопрос, который хотелось бы обсудить. А вот какова специфика облачных решений именно в разрезе безопасности их разработки? Есть ли она вообще? Ну, здесь в любом случае, когда мы говорим про разработку в облаке, необходимо понимать вообще специфику облака, предметной области. Есть вещи, без которых сложно вообще что-то делать. Например, все разграничение прав доступа в облаке базируется на базе АМ. Поэтому, безусловно, если мы говорим про разработку в облаке, надо понимать, как устроены АМ, как устроены разграничения прав доступа, какие есть роли и способы разграничения прав доступа. Второе, наверное, это что стоит понимать про базовые уровни инфраструктуры. Мы постоянно про них говорим на всех наших конференциях и мероприятиях. Это IaaS, PaaS, ISaaS. Ну, соответственно, если в зависимости от того, какие сервисы используются при разработке, в зависимости от этого, да, уже мы понимаем, что дает платформа, да, а что с точки зрения безопасности, а что добавляем мы, как те, кто начинает пользоваться уже облачными решениями. Ну, соответственно, если мы говорим про уровень IaaS, например, да, то это безопасность на уровне физических дата-центров, на уровне сети. Вот. Если мы говорим про, ну, при этом, допустим, безопасность в плане доступа к тем же виртуальным машинам обеспечивает клиент самостоятельно, да, использовать или иные гайды. Если мы говорим про решения уже на IaaS, то есть, где используем менеджер решения, там большая часть работы на себя берет уже этот сервис, сервис облака напрямую. Вот. И здесь клиентам уже про многие аспекты не стоит думать, платформа берет это на себя целиком. Такой вот момент. Угрозы, связанные с компрометацией облака, они ведь на самом деле, наверное, несут за собой куда более существенные риски, чем компрометация, допустим, внутренней сети предприятия. Потому что сеть предприятия, ну, в котором идет разработка, я имею в виду, она одна, а компрометация облака, по сути, может привести к компрометации, ну, аналога вот множества таких сетей. И вот здесь возникает вопрос с точки зрения, опять-таки, процессов разработки. Как с этими рисками предполагается бороться, то есть, на этапе еще разработки? Ну, можно, например, с разграничения доступа, с IaaS и начать. Да, понятно. Ну, если говорить про разграничение прав доступа, да, то в первую очередь это про, опять-таки, роли в сервисе и вообще с точки зрения ролей на… там on-call, не on-call, да, то есть, если мы говорим, что это on-call инженер какого-то сервиса, ему для того, чтобы уметь реагировать на какие-то призывы, там, от клиентов в саппорт, да, ему нужно иметь необходимые права для того, чтобы смотреть те или иные, допустим, метаданные, да, по ресурсам. Соответственно, здесь есть разграничение, что только on-call инженер имеет доступ к соответствующим, ну, по экшнам, не знаю, полным действиям, так скажем, да, то есть, если мы хотим посмотреть, не знаю, существует или не существует, вообще, там, каталог с таким идентификатором, то роль on-call инженера, она позволяет это делать, а роль on-call инженера ратируемая, да, здесь мы контролируем, например, внутри, что on-call инженер, который сейчас на дежурстве, да, что после смены ротации доступы у него отбираются и передаются уже, соответственно, новым сотрудникам. Вот, если мы, например, говорим про… Вообще, вот приходит новый разработчик в облако, да, вообще, как выглядит его первый рабочий день, что он делает? Наверное, одно из первых – это разработчики, которые попадают вообще в целом в облако, не только вам, они проходят курс по безопасной разработке в облако, где в целом, ну, кто-то знал, кто-то кому-то освежить, а кому-то, так сказать, узнать, может быть, какие-то вещи, связанные с тем, как правильно вести разработку, да, то есть какие там основные существуют виды уязвимостей и на что стоит обращать внимание, соответственно, при непосредственной разработке. Вот, второе – это, собственно, защита непосредственно самого оборудования, то есть разработчик облака, на самом деле любой разработчик, не только я, его, там, ноутбук в данном случае, да, он обязательно должен быть зашифрован, диск. Второе – это второй фактор, да, то есть без ввода второго фактора разработчик облака не может получить доступ к платформе облака. Вот, еще, допустим, из средств защиты, если мы говорим, да, это про то, что доступ на хосты всегда осуществляется через бастионный хост, тем самым аудируются и фиксируются все, ну, Саша, там, логины, грубо говоря, да, на виртуальной машине сервисов, которые разрабатывают разработчики. Не только я, но и любых других. А вот если посмотреть с точки зрения процесса разработки, вот, который у вас применяется, есть ли какие-то существенные отличия от, вот, классического, там, SDLC, именно в разрезе безопасности, то есть какие меры вообще на всех этапах разработки, именно процессные, используются у вас в команде для того, чтобы обеспечить безопасность конечного продукта? Вопрос, скорее, про Отвече, да, или вообще в целом? Ну, можно и в целом, в принципе, указать на Отвече. Ну, в целом, это, как бы, есть вещи, которые связаны просто с процессом разработки, да, допустим, если мы говорим про внесение изменений в код, да, то это обязательно код-ревью, без аппрува, вот, там, человека из пола, отвечающего за этот сервис, код не может быть мержен, да, что предотвращает, ну, там, просто, я не знаю, можно разные сценарии рассматривать, там, злоумышленные, вот, просто каких-то, не знаю, там, багов, опечаток и прочего, вот. А второй, наверное, это про, ну, про ограничение права до доступа, я уже говорил, наверное, базово, да, это вообще разработчик, когда приходит в облако, да, чтобы ему начать разрабатываться, пока он не пройдет, там, курс по безопасной разработке, не пройдет и сочек-лист базовый, да, не подписан документы, в которых он должен ознакомиться о том, да, какова его роль на проекте, если это разработчик, либо инженер дата-центра, либо руководитель, да, в чем его вообще роль заключается, что он может и должен делать, а что не должен делать. Естественно, сотрудник при выходе на работу, да, ознакомится с этими документами, ну, и подписывает эти документы, после этого уже только получает доступ к коду и, как бы, к возможности вообще вносить какие-то изменения в код. Вот, соответственно, если мы говорим, опять-таки, про технические вещи, да, это различные, понятно, прикоммитные проверки, ну, есть базовые, которые там связаны просто с прохождением какого-то количества тестов, вот, а есть вещи, которые связаны, например, с тем, что анализ кода на различные уязвимости, на версии библиотек, те или иные, да, допустим, которые есть в уязвимости. Соответственно, в рамках этих процессов, там, разработчик или несколько разработчиков сервисов, которые могут быть заэффекчены той или иной библиотекой, они уже берут в работу эту задачу, да, и их задача, как сказать, в кратчайшие сроки устранить эту потенциальную, да, допустим, уязвимость. Она может никак не влиять на облако с точки зрения, что уязвимость конкретной библиотеки может не быть актуальной для конкретного сервиса облака, силой его настроек, поскольку они специфичны. На мой любом случае, должны это обработать, проверить, вот, и, ну, если это нужно, в кратчайшие сроки уметь обновлять версии сервисов в достаточно короткие сроки. Вот, ну, для этого у нас есть разные механизмы, да, то есть можно штатными релизами катать, вот, есть возможность, в принципе, различных хедкок-операций, если того требует, скажем так, какая-то определенная срочность. А вот мы на прошлом эфире сейчас поднимали такую тему, как безопасность open-source решений, и как это отражает сейчас в свете вот непростого времени нашего. Вот такой вопрос, а вот при разработке именно частей инфраструктуры клауд-сервисов вообще есть место open-source? Ну, скажем так, в целом, безусловно, место open-source есть, и там, где это возможно, мы его используем open-source. Ну, тут как бы надо понимать всегда, что является как бы критическим компонентом твоей системы, а что нет. То есть если мы говорим в целом, допустим, про разработку ям как сервису с нуля, нет, грубо говоря, таких аналогов, которые можно просто взять там и заиспользовать, и как-то сделать. То есть здесь у нас как бы разработка с нуля. Но если мы говорим про какие-то части, то есть, например, там, ну, самый типичный, например, да, это, не знаю, какое-нибудь федерирование, например, да, пользователей, нет задачи писать, не знаю, там, имплементировать саму спецификацию с нуля, вычитывать бесконечные, то есть, строчки кода. Безусловно, мы используем open-source для таких вещей. Вот. Это при этом не отменяет того факта, да, что как бы тестирование библиотек, которые мы используем, они могут быть сколько угодно хорошо покрыты тестами, но мы еще поверх всего этого, безусловно, крутим свои тесты, да, что они покрывают, грубо говоря, наши сценарии и пользовательские сценарии. Поэтому, да, open-source вместо есть, и мы всегда взвешиваем, да, грубо говоря, когда берем какое-то open-source решение. Во-первых, какие они есть, что из этого взять, подходят ли они нам, как бы, может быть, на интеграцию, его адаптацию под реалии ресурсной модели, да, и ролевой модели будет больше какой-то кастомизации сложности, чем написать было бы свое. Но там, где возможно, используем. А вот, говоря про open-source, логично вспомнить такую вещь, как атака на цепочке поставок, то есть, когда какая-либо зависимость внешняя, в том числе open-source, как правило, бэкдорится атакующими с тем, чтобы она уже попала в репозиторию, ну, или там, в CI-пайплайн того продукта, который атакуется, ну, и уже там было реализовано какие-либо недопустимые события. Вот как у вас построена работа с supply chain атаками? Ну, сейчас, во-первых, есть некоторый карантин у нас, скажем так, то есть, самые свежие прям супер-версии библиотек, они автоматически, так сказать, не постятся в наш артефакторий. Во-вторых, есть внутренние наши артефактории, в которые артефакты из внешнего мира перекладываются, и дальше уже подгружаются для использования у нас. Ну, если мы говорим, например, про артефакторий, не знаю, пусть это Java, там, соответственно, это какой-нибудь Marvin Artifactory. Пытаюсь сформулировать следующий вопрос, касающийся, собственно, зависимостей. А вот аудит, анализ защищенности, самих зависимостей у вас проводятся, или же вы принимаете этот код, просто он какое-то время находится на карантине и только после этого попадает. У нас обычно два процесса, скажем так. Есть фоновый процесс, который, грубо говоря, ищет библиотеки с возможными уязвимостями, репортит об этом, да, создается задача, ну и там она как-то берется в работу. Вторая вещь, это когда мы в целом выпускаем либо какой-то новый функционал, ну, либо вообще новый сервис, безусловно, либо какой-то кусок сервиса, функционал, который достаточно сильно переработан. Вот прежде чем его катить в продакшен и что-то с ним делать, мы, безусловно, заводим отдельно сначала задачу на аудиобезопасности, и прежде чем катить его в продакшен, ребята, соответственно, отдельным процессом проверяют вообще, да, нет ли там каких-то уязвимостей. Если есть, соответственно, приходит там обратная связь, что необходимо подкорректировать, либо, может быть, уязвимостей нет, есть вещи, которые можно было бы сделать лучше, да, но они не критичны для запуска, там можно просто отложено завести задачи и исправить их чуть позже. Вот, если вещь критичная для запуска, безусловно, она фиксится до запуска. Вот, вторая вещь, ну, вторая, наверное, немножко уже не про безопасность, а скорее вообще про внедрение таких вещей, да, то есть у нас целиком кусок, допустим, перерабатывается, переимплементируется с нуля, даже когда он прошел аудит безопасности, чтобы его выкатывать. В общем, выкатка происходит обычно плавно, в смысле, мы не под фичи флагами различными, да, там, через канаречные хосты и так далее, в смысле, внедряем и смотрим на метрики, на ошибки, и все ли все ли окей, да, нет ли каких-то аномалий в логах и еще чего-то такого. А вот вопросами безопасности в разработке у вас занимается прям выделенная команда или разработчики тоже в это вовлечены в какой-то степени, то есть там есть, например, секьюрити-чемпионы или аналоги, я вот про это имею в виду. Ну, разработка вовлечена, но в целом есть отдельная команда, то есть, грубо говоря, разработчик, когда имплементирует какой-то кусок сервиса, сервиса, да, с нуля, он активно консультирует, да, и вовлечен в сервис, он может объяснять, какие части, почему реализовано так или иначе, является это там ошибкой или уязвимостью, не является с точки зрения, может быть, бизнес-логики, вот, но с точки зрения его проверки на наличие уязвимости, это отдельная, как бы, команда, то есть, команда секьюрити. Вот, по сложным вопросам, как бы, безусловно, всегда ничто не мешает, скажем так, не заводить никакого утит, прийти в команду секьюрити и спросить, ребята, мы хотим сделать какую-то штуку, да, вот база у нас такое-то решение, завалидируете, нет ли здесь каких-то проблем. Вот, ребята валидируют, вот, еще до старта, но это скорее на уровне такого технического дизайна, как это будет сделано. А потом, когда это уже сделано, все равно надо проверить, что на деле то же самое, что было, так сказать, на словах, на диаграммах. А вот мы сейчас все это время говорили об аспектах разработки, ну, частей клауда, да, то есть, его внутренней инфраструктуры, а вот если немножко пофантазировать на тему, допустим, что идет разработка не самого клауда, а в клауде, да, то есть, вот, захотела команда разработки перенести туда свои, собственно, репозитории, артефактории, там, си-пайплайн, весь этот ворох инструментария девопсовского. Что даст им облако? Зачем это делать им там? Ну, с точки зрения безопасности, разумеется. Есть ли вообще смысл с точки зрения секьюрити отдавать процесс достаточно серьезный, критический облакам? Наверное, первое, с чего стоит начать, это мы постоянно про это говорим, что в Яндекс.Клауде мы очень во многих процессах используем докфутинг, да, то есть мы сами используем, во-первых, сервис облака живут в облаке, мы про это неоднократно говорили, вот, во-вторых, соответственно, если мы говорим про доступ и разграничение прав доступа, мы точно так же используем АМ, Федерацию удостоверений, и в этом смысле, когда мы используем этот подход, мы в процессе, так сказать, использования облака, мы просто выступаем, с одной стороны, как разработчики этой платформы, с другой стороны, как потребители, да, уже, и мы иной раз видим, где неудобно, где можно сделать лучше, в общем, это помогает, скажем так, в разработке, в том числе, определять приоритеты, да, то есть, если мы видим, что где-то неудобно, и нам самим неудобно, да, ну, пользователям, безусловно, тоже, наверное, здесь стоит улучшить, вот, поэтому, если говорить про, например, какие-то вещи, связанные, например, там, с CICD, да, то те же там агенты, допустим, для CIE, они могут крутиться в облаке, у нас крутится в облаке, с этим нет каких-то проблем. И, наверное, в завершении нашей встречи всем задаю этот вопрос, вот, что наиболее ценное, на твой взгляд, можно посоветовать разработчикам в плане безопасности, то есть, вот, любой совет, которому они могли бы последовать и после этого, там, стать круче в плане безопасности. Ну, на самом деле, мне почему-то на ум пришла, может быть, наверное, не самая популярная штука, потому что, кажется, не во всех компаниях она есть, но в свое время, когда еще я работал в Яндексе, но не в Яндекс.Клауде, внутри Яндекса проводятся свои внутренние, там, капчу за флаг мероприятия, вот, и с точки зрения, так сказать, любознательности, расширения кругозора, вот эти мероприятия, они достаточно, ну, классные, потому что ты на некоторые вещи можешь посмотреть с другой стороны, вообще принципиально узнать что-то новое. Вот, и в свое время, например, я участвовал в паре таких мероприятий, но меня это зацепило, вот. Не сказать, что это было, там, каким-то, может быть, важным с точки зрения принятия решения перехода в облако, нет, но как-то это позволяет, скажем так, понять вообще, какие есть, не знаю, базовые изюимости, чуть больше узнать о безопасной разработке на живую, то есть потрогать эти сервисы, попробовать их поэксплуатировать. В общем, если такая возможность есть, поучаствовать в подобного рода мероприятиях, я бы рекомендовал. То есть попробовать стать хакером на какой-то момент? Ну, да, в такой игровой форме, скажем так, обычно это проходит, но позволяет. А тогда вот еще такой небольшой вопрос, вот есть множество ресурсов, которые позволяют себя почувствовать хакером без участия в CTF, а я говорю там про всякие сайты с заданиями, типа TryHackMe, PentesterLab и им подобные. Это имеет смысл настолько погружаться разработчику, чтобы решать задания оттуда? Или это уже как бы оверхэд? Да нет, мне кажется, это немножко оверхэд, и более того, как бы это требует именно раз другого бэкграунда. В смысле, чтобы заниматься этим чуть более, скажем так, профессионально и находить уязвимости, это должен быть, мне кажется, какой-то либо отдельный профиль, в смысле разработчики непосредственно, да, они чуть, если говорить про разработку, для них во многом часто существуют в предметной области вещи, которые важны именно для них, да, это отказоустойчивая система, да, как писать системы, которые переживают рост нагрузки, как правильно их мониторить, как писать код так, чтобы дежурные ночью не просыпались и не звонила им там железная женщина, вот. То есть вот непосредственно разработчикам, на мой взгляд, упор стоит делать на это, вот, а уже внутри кругов разработки проводить какие-то, наверное, не знаю, knowledge exchange вещи, это и между сервисами, это позволяет не просто какое-то видео, да, это вполне, это твои коллеги, которые вот сидят за соседней комнатой и что-то разрабатывают, и ты можешь узнать, как устроить сервисы у них. Это ребята из безопасности, которые тоже могут рассказывать о каких-то вещах, как правильно это делать. Ну, в общем, общение здесь, мне кажется, такое внутри, оно наиболее продуктивное. Спасибо большое. Друзья, спасибо, что были с нами. До встречи. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова